У меня есть цель выполнить мастера спорта, а дальше двигаться по лестнице спортивных достижений. Потом это возможно в будущем спортивная карьера. Ведь не каждому удается связать свою жизнь с тем, что ты любишь. В настольном теннисе Елисей с первого класса, но не сразу понял, что любит этот спорт больше всего. В семь лет мальчишка ходил еще в секцию футбола и на танцы. Только спустя два года он сделал окончательный выбор и, сосредоточившись на теннисе, стал показывать результаты. Это закономерным, считает его котловский тренер Александр Сухарев. Ведь талант у Елисея он заметил на первых же занятиях. Когда он пришел еще в первом классе, был маленький такой, но очень умненький, подвижный, целеустремленный. Видно, что глазки горят, парень хочет чего-то. Опережающая работа ног. То есть на любой мяч, который я специально ему давал, криво, косо, неудобно, противоход. Основная масса детей такие мячи вообще не отбивают, даже не реагируют. А он быстренько выбегает и достает его, достает, возвращает на стол. Дисциплина, регулярные тренировки, поддержка родителей, постоянное участие в выездных соревнованиях добавили к природному дару Елисея технику и мастерство. Первое золото на областном чемпионате он взял в 10 лет. И после этого не раз становился победителем региональных турниров по настольному теннису и призером зональных. Лучший результат котлосского спортсмена – 17 место в общероссийском рейтинге юных теннисистов. Все понимаем, что в Котлосе дальнейший его рост невозможен мастерства. И с учетом того, что мы сформируем такую группу спортивную, мы его тоже пригласили здесь заниматься. Председатель областной федерации настольного тенниса Алексей Родин следил за достижениями Елисея на протяжении последних лет. Крупный бизнесмен, сам в молодости увлекающийся настольным теннисом, 8 лет назад открыл в Архангельске клуб, а на его базе – единственную в своем роде частную детско-юношескую спортивную школу по настольному теннису. Сегодня ее посещает около 150 человек. Но главное сокровище – спортивная группа из 30 талантливых подростков. Это мое хобби, я этим занимаюсь в свое удовольствие. Получаю от этого радость. С этого учебного года Родин реализует свой новый проект. Приглашается всей страны практически на полный пансион, таких же, как Елисей Полуянов, подающих надежды теннисистов. Оплачивает их проживание, обучение в школе в частном режиме, дает возможность бесплатно тренироваться по профессиональной системе подготовки. Все ребята, которые у нас в спортивной группе занимаются, они обучаются в частном режиме. То есть они посещают один-два урока в составе класса, а остальные занятия индивидуально с преподавателем. Причем мы ставим условия, чтобы дети учились хорошо. То есть сразу говорим, что если будут двойки, тройки, то какой спортсмен будет отчисляться из этой спортивной группы. Клуб, в стенах которого работает спортивная школа, оснащен по высшему классу. Восемь профессиональных столов, бортики, напольное покрытие террафлекс, мощное, но не слепящее освещение, система вентиляции и кондиционирования. Три стола оборудованы специальным комплексом видеонаблюдения, когда спортсмен может посмотреть свои ошибки сразу с трех ракурсов и тут же на экране сравнить собственные движения в определенной технике с движениями чемпионов. Команда тренеров – восемь человек под руководством китайца мистера Лю Го Хуна. Он второй год живет в Архангельске. Каждый день по часу занимается русским языком и говорит, продвинулся мало. Но на занятиях с детьми полное взаимопонимание. Там общение идет на универсальном профессиональном языке. Перед началом нового учебного года на недельные сборы в Архангельский клуб приезжали тренер женской украинской сборной по настольному теннису Маргарита Песоцкая со своей лучшей воспитанницей и дочерью в одном лице – Ритой. Я наслышана была об этом клубе. Ведется профессиональная подготовка, профессиональный инвентарь, профессиональная работа. Я заинтересовалась его предложением. Мы приняли предложение и приехали сюда потренироваться. Планы всегда высокие. Хочется, конечно, играть на высоком уровне, побеждать китайцев. И хотелось бы, конечно, потому что есть серебро и бронзе на чемпионате Европы, хотелось бы, конечно, золото завоевать. Но с каждым годом это сложнее, потому что с каждым годом больше появляется китайцев. То есть, если раньше было четыре самых таких больших лидера, то теперь их стало восемь. И, допустим, в прошлом году первое, второе, третье место заняли три китаянки. При том, что китайцы – непревзойденные в мире мастера в настольном теннисе, многие из них тренируют именно российских спортсменов, как мистер Лю Го Хун. У этого вида спорта в нашей стране великолепные перспективы, считает Алексей Родин. И ставит перед своим клубом и школой амбициозные задачи. Цели, которые ставятся, это попадание кандидатами и членами в сборную Россию в разных возрастах. А так, на сегодня наши дети все являются чемпионами города, чемпионами и призерами первенства области. Чемпионами и призерами первенства северо-западной зоны. И попадают в каждом возрасте по два-три человека на первенство России, где пока, к сожалению, занимают места в серединке. Для кодловского спортсмена Елисея Полуянова дорогостоящая любовь Алексея Родина к настольному теннису помогла получить один шанс из тысячи. Он уже приступил к полноценным ежедневным семичасовым тренировкам в частной детско-юношеской спортивной школе Архангельска. Кто знает, может быть, наш юный земляк прославит Котлас и область, войдет в сборную России и станет когда-нибудь олимпийским чемпионом.